Холуйский детский дом. Последнее время он у всех на слуху. 16 июля детей оттуда вывезли, а на место их заселили 65 украинских беженцев. И с тех пор непонятно, когда пункт временного размещения покинут украинцы и когда в свой родной дом вернутся дети. А между тем до 1 сентября осталось меньше недели. Расселить их за это время, конечно, невозможно. Так же, как невозможно сейчас вернуть детей из Чернцы и из Решмой. То есть всего, скорее всего, с 1 сентября учеба не начнется. Здание детского дома – постройка 19 века. На вид крепкое, но все равно требует серьезного ремонта внутри и снаружи. Вот и может получиться так, что правительство решит – детский дом проще расформировать, нежели содержать. Проблемы какие? С отоплением, надо что-то подремонтировать, надо что-то сделать. С содержанием помещений – то же самое. Требования санитарные каждый год практически меняются. Поэтому приспособлены помещения, которые строились для общежитий, как для монахов. Явно не соответствовало нашим требованиям современным. Поэтому мы проводили, насколько это можно, ремонт. Конечно, требуются затраты. И затраты немалые. Но когда, допустим, финансирование затягивается из года в год, вы представляете, что это? В официальных ответах правительства о дальнейшем функционировании детского дома конкретики нет. Власти говорят о плохом состоянии здания и отдаленности от областного центра. Якобы усыновители до Холая просто не доезжают и детей выбирают в Иванове. Из этого детского дома детей усыновляют действительно редко. Но причина в другом. Воспитываются здесь ребята с отставанием в умственном развитии. Взять такого ребенка в семью решится не каждый. Дети-то очень тяжелые. И не будем лукавить. Все-таки лучше, наверное, детей отбирают в те учреждения, которые на виду как-то стараются. Но это мое личное мнение такое субъективное. Могут обидеться, что не обоснованно. Но я так думаю. Персонал, а их 25 человек, теперь трудится на благо беженцев. Педагоги готовят и моют полы. И все бы ничего, если бы учителя точно знали. Все это временно. И детей им вернут. Они пишут, что в случае, если мы потеряем работу, нам будут предоставлены другие места. Гарантий. То есть это голословно. Да, это есть у меня документировано. Но гарантий никаких абсолютно нет. Опять же, так же, как и нет каких-то предложений. То есть в нашем центре занятости никаких мест нет. Ну, кроме если там кто-то у каких-то предпринимателей в качестве продавца, уборщика. То есть ничего нет. На данный момент известно, что в отделе образования в Южском существует одно место. В правительстве нам пояснили, число сирот сокращается. Малышей забирают в семьи, в крупных детских домах освобождаются места. Я напомню, у нас 14 учреждений для детей и сирот на сегодняшний день в области функционируют. Вот что касается вообще дальнейшей политики правительства в отношении этих учреждений, то я с определенностью могу заявить, что мы будем стремиться к сокращению количества детских домов. На сегодняшний день правительством Ивановской области решение о ликвидации Холуевского детского дома не принималось. Но вопрос оптимизации вообще в целом учреждений для детей и сирот, я повторюсь, я говорила это вначале, что он актуален. До недавнего времени в детском доме воспитывалось 33 человека. После расселения дошкольников отправили в Ивановский детский дом «Солнышко», а ребят постарше увезли в Решму и Чернцы. Там тоже школы-интернаты. Плачут. Плачут. Те, кто действительно, так как у нас восьмой вид, есть которые, ну, как бы, ну, так-так, эдак-эдак. Ну, то есть, ну, а есть такие, которые действительно, у которых есть свое мнение, и они это мнение выражают, как мы хотим в Холуевский детский дом. Нервы сдают у всех. У детей, которые вынуждены покинули родные стены, у педагогов, которые скучают по своим воспитанникам и боятся остаться без работы, и даже у директора, который так давно у руля и остался теперь наедине со своими воспоминаниями. Мы ежегодно, в конце года, для выпускников устраиваем, ну, не утренник, а, как бы правильнее сказать, прощальный вечер, будем так мягко выражаясь, для выпускников. Концерт, подарки, награждение детей. И понять в этой ситуации можно всех. Беженцев просто привозят и особо не спрашивают о том, есть ли где их разместить. В связи с этим, ивановские власти вынуждены кого-то переселять. Ирина Эрмиш почти не скрывает, воспитанников в родной дом уже не вернут. Невыгодно эту бюджету. Но, может быть, это как раз та ситуация, когда стоит подумать о детях. Воле у случая, один раз они уже были лишены семьи. И пока есть возможность не допустить, чтобы это случилось повторно. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует...